Начинаем. Попробуем сегодня нарисовать пейзаж, море, пальму. Нам понадобится карандаш. Мы сейчас немножко наметим, чтобы нам не промахнуться. У какой стороной? Акварельная бумага, она берется шершавой стороной кверху. Шершавой стороной кверху. Угу. И листик по вертикали мы возьмем. По вертикали. Можно коротенький вопрос спросить? А вот у нас бумага для рисования. Угу. Она есть 120, есть 80, есть 200 плотность. Угу, 200 берите. А потом вы это выбираете? 200. 200 брать, да? Да, 300 даже. Если есть 300, берите 300. Чем больше, тем лучше. Так, вы листики закрепили или нет еще? Конечно же. Конечно же, да? Или, конечно же, нет? Конечно же, да. Хорошо. Давайте мы немножко карандашом наметим линию горизонта. У нас получается, небо будет занимать больше места, чем море. Вот примерно вот столько это у нас будет небо и горы, да? Ну, вот так вот мы можем полосочку провести. Конечно, можно это все намечать кисточкой. Потом у нас идут горы. Нарисуем такие два холмика. Детки, рисуем треугольники. Вот такие. Один. И второй. Успевайте, успевайте за мной. И можно даже вот один треугольник, вот эту переднюю гору, немножко вот такой неровной линией еще вот полосочку провести. Потом мы покажем море. Линия моря. Вот у нас идет, получается, берег. И вот у нас линия моря. Она идет вот так. Тут какая-то зелень. И вот так. Вам видно? Да. Так. Пальма. Какого размера у нас пальма? Я провожу полосочку. Получается, вот так вот провожу полосочку. Она будет расширяться книзу. Кверху она поуже. А книзу она пошире немножко у нас. Основание пальмы. Можно тут наметить. Травка растет. Здесь у нас травинки всякие. А, ну и можно, конечно, еще немножко показать вот листья у пальмы. Получается, я от центра провожу такие вот полосочки. От полосочки уже вот штрихую еще вот веточки такие, да, листики у пальмы. Вот так вот еще полосочка. И от нее расходятся веточки. Мы только наметим наш рисунок. Ничего сильного не будем прорисовывать. Конечно, это все можно делать кисточкой. Вот. Но может кому-то трудно. Деткам, например. Вообще можно вот так паучка такого нарисовать. Вот такого паучка, да. А потом от него уже от каждой веточки нарисовать листики у пальмы. И такие вот листики. Ну вот, мы что-то наметили, да. Такая у нас пальма. Сложно рисовать. Ее можно показать в этом. Уже в цвете. Там вдалеке, да. Ничто не промелькнет мимо внимательного глаза Саши. Ну что, готовим водичку, готовим краски. Палитру. Так. Нам нужен голубой цвет будет, да. Выберем кисточку широкую. Разные кисточки нам понадобятся. Удобнее всего будет рисовать круглыми заостренным кончиком. Также понадобятся маленькие кисточки. Есть вот такая акварельная тоже кисточка. Такая. В нее водичку заливаешь. Откручивается вот этот стержень. Заливается водичка в него. Водичка сюда подается в стержень. И рисуешь. Акварельная кисточка. Я такие видела. Я вот всегда думала, как она функционирует. Она такая острая очень, как рисуешь. Прям точно очень. Она мягкая или жесткие стержень? Это синтетика средней жесткости тоже. Средней? Ну да. И у нее, как у ручки, очень хорошо стержень стоит. Можно детали какие-то тоненькие хорошо рисовать. Так, выбираем голубой цвет. Каким мы будем рисовать небо. Я очень люблю пробовать на бумаге. Потому что на бумаге хорошо видно цвета. Тут много голубого у нас сегодня на картинке. Море тоже такое лазурное. Вот если присмотреться, тут используется несколько голубых цветов. Если у вас нету, можно самим смешивать и получать нужный цвет. Например, если мы будем добавлять желтый, немножечко желтенького в синий, то у нас будет такой оттенок с зеленым, да? Более теплый. У кого нету большой палитры красок. Так, я буду пробовать здесь на листочке. Получается небо. Для неба один голубой цвет. Тут художник использовал. Горы у нас с добавлением фиолетового цвета. А море более такой лазурный, теплый оттенок. Давайте мы сначала намочим все наше небо водичкой. Я покрываю листик водичкой. Можно для этого взять самую широкую кисточку. Круглую или плоскую, чтобы быстро намочить лист. Вот. И можно немножечко до гор не доходить, оставить белое место. То есть не полностью водой я прохожу до гор. Немножечко оставляю расстояние. И мы берем газовую, Голубой цвет и много-много водички на него берем. Значит, как мы будем закрашивать? Представьте себе, что вы сейчас рисуете облака только кисточкой. Облака мы нарисовали и мы их не будем закрашивать. Мы закрашиваем все пространство над облаками, под облаками. А облака мы оставляем белые, белым цветом. Вот, рисуем облачка. На кисточке много воды и мы краску берем совсем-совсем чуть-чуть. И мы как бы растушевываем ее к низу все сильнее и сильнее. И у нас получается почти что белое небо к низу. Мы совсем чуть-чуть берем краски, потому что если мы наберем много краски синей, у нас небо получится такое пасмурное, хмурое. И где-то немножко под тучками можно набрать голубой другого оттенка и немножко где-то под тучками сделать чуть-чуть потемнее. Над тучками, под тучками я чуть-чуть побольше наберу пигмента, но опять же очень много водички у меня все равно на кисточке. И вот легким таким прикосновением к кисточке касаюсь и краска сама она уже растекается. То есть небо очень легко его рисовать и быстро. Много водички и мало набираем на кисточку пигмента, чтобы у нас получилось такое легкое дышащее небо. Так, дальше покрасываем. Покрываем водичкой вторую половину листа, горы покроем водичкой, море. Чтобы наша бумага напиталась водичкой. Теперь возьмем коричневый, только светло-светло-коричневый. Это охра. Посмотрите, у вас есть такой цвет. Светлый-светлый, нам надо песочек показать на пляже. И мы опять берем много водички. И он у нас должен получиться такой совсем прям ненавязчивый, почти что белый цвет. Почти что белый цвет. Только оттенок немножко. А потом я чуть-чуть посильнее наберу этот же цвет. И по краям здесь немножко потемнее сделаю. Немножечко потемнее сделаю. Немножечко потемнее. Так же быстренько переходим на море, чтобы оно у нас не высохло. А то море высохнет. И все. Вот у нас есть тут белые места. Мы как облака их будем рисовать. Будем стараться их не закрашивать. Я выбираю цвет для моря. Мы сначала его очень-очень светлым делаем. И оставляем белые части. У нас вот где линия горизонта, белая полосочка проходит. Линия берега тоже мы оставляем белой. И где-то оставляем белые полосочки. Как будто немножко волны у нас там. И вот с этой стороны. Мы делаем его потемнее. Много водички. Акварель любит много воды. Вы не старайтесь рисовать ей, как будто бы вы рисуете гуашью. Разбавляйте водичкой. Если водички где-то много собирается, можно кисточку промокнуть об салфетку и собрать лишнюю водичку. Или, например, если краска заплывает туда, куда вы не хотите, вы кисточку сполоснули, об салфетку вытерли, и можете собрать, убрать краску. Но так не всегда получается. Когда хлопка много в бумаге, то она очень быстро впитывается. Пробуйте. Все, методом проб. Потом у нас вот линия берега тоже. Ой, ну вот волна, да? У нас тут немножко потемнее. Под волной мы сделаем. Дароник, скажи, пожалуйста, что было последнее? У меня не горизонта. Чего делать? Ты сейчас что рисуешь? Я ничего не рисую. Я море не рисовала. Что-то было последнее. Это линии горизонта. Чего делать? Ну, у нас тут белая полосочка, вот где горы, мы ее не закрашиваем, да? Ну, там как получится. Вот у меня подтекла, например, краска, да? Ну, ничего страшного. Вот волна у нас получается здесь в море. Под волной можно тоже сделать тень. Потемнее проведем вот здесь полосочку. От волны тоже тень, да, у нас получается. Но надо, чтобы немножко подсохла краска. Пусть она пока подсыхает. Давайте за горы возьмемся. Тут можно смешивать и зеленый добавлять, можно фиолетовый добавлять, да? Разные оттенки. Вот. Можно начать сначала таким же цветом, которым вы рисовали море. И достаточно таким светлым цветом мы прям пройдемся по всем горам. Ну, вот маленькую Сашу мы ее не будем закрашивать. Вот эти части мы пройдем. Это у нас как будто бы первоначальный цвет. Потом мы потихонечку будем добавлять, набираем, например, другого цвета синюю краску. Синюю другого цвета, другого оттенка. И уже делаем тени. У нас с левой стороны будут тени. Когда краска заплывает, можно ее аккуратно в эту кисточку промакиваете в салфетку и собираете краску лишнюю. Вот здесь немножечко по грани, по ребру прямо горы тоже добавим этот оттенок. Синий. Вот я беру цвет, который мне бы рисовала. Так, потом на вторую гору переходим. Тоже покажем тень. Слева у нас. И вот по этой полосочке, которую мы нарисовали, провели карандашом. Тоже делаем более темного цвета. Можно посередине немножко тоже показать, что она же неровная структура у скалы. Тут у нас немножко неровности, да, в огорочке. И можно чуть-чуть макушку самой маленькой вот этого горы, холмика, или что там, немножко выделить ее. Пробежаться по макушке. И я эту линию растушевываю. А то если у нас краска, ой, если у нас листик немножечко уже поотсыхает, то можно прям водичкой растушевать края, чтобы был плавный переход. Так. Потом бежевым цветом проведем полосочку. Это пальма у нас получается. У пальма ствол. Ствол. Тут у нас травка. Сюда в коричневый я немножко подмешаю травяной-зеленый. Прямо сюда же в коричневый. Травяной-зеленый подмешаем. И у нас вот стволы у пальм дальних проведу вот этим цветом. Можно этим же цветом. Вот тут у нас получается как бы островок такой, да? Немножко вот так заходит. Тоже можно этим цветом. Можно еще зелененький сюда поддобавить. Пару капелюшечек пусть растекается. И края тоже немножко водой размывайте, чтобы они были нечеткие. Размытые. Нас сейчас выбросит через минуту. Надо будет перезайти. Вот так. Вдох. Парк dinosaurs. Парк цветом. Намочим где пальма, листики и где островок. Не перестарайтесь, не затопите пальму. Чуть-чуть брызнем, пусть немножко впитается. Да, тут такая техника по мокрому, и надо очень быстро рисовать, пока лист еще влажный, чтобы такой эффект у нас получился, расплывчатый. Так, возьмем опять голубой, можно любой голубой, которым море рисовали, например, и мы его возьмем так прям бледненько чуть-чуть и будем рисовать у пальмы дальние листики. Проводим так полосочку и делаем веточки, надо, чтобы еще впитался у нас посильнее. Сейчас подождем, чуть-чуть листик пропитается. Можно даже промокнуть немножко салфеткой. Так, так. Давайте пока дальние пальмы попробуем рисовать. Тут у нас просто что-то такое, пятно какое-то, да, мы вот так вот синенькое нарисуем, синенькое пятнышко нарисуем. Потом я возьму зеленый травяной цвет. Зеленый травяной цвет возьму. С водичкой тоже. Немножечко потопаю кисточкой, пусть растекается. Так, где-то здесь тоже. Потом можно взять изумрудный цвет, такой как синий-зеленый. мы хотим сделать как будто у нас дальний фон и мы хотим, чтобы он был у нас расплывчатый, не четкий. Можно края немножечко даже вот специально водичкой подразмыть. Подразмыть водичкой. Сверху у нас немножко подсохло, вот я беру голубой цвет. и мы пробуем делать пальмы, дальние листики. провожу полосочки. и мы прям нам надо много-много водички, чтобы было, чтобы эти листья дальние, они были полупрозрачные. мы их четко не вырисовываем. Вы можете даже синий-зеленый перемешивать. Только очень много водички берите, чтобы у вас как бы такой был нежный-нежный цвет, очень полупрозрачный. И потом, вот если получается, кончики немножечко такие, ну перышки, веточки можно наделать, если получается. Краска плывет у нас, и четкие полосочки не получается делать, надо чтобы немножко подсохло, да? Так. Потом наберем поярче. Синий цвет, например, поярче. Какую-то веточку сделаем более насыщенной. Будем набирать то синий, то зеленый цвет. Такие полосочки, перышки, пальмы. У нас должно все расплываться сейчас. Потом зеленый наберу более интенсивно, погуще. Можно этот зеленый немножечко натопать на синий, который вы уже провели. пробуйте разные цвета, оттенки зеленого цвета. Теперь я взяла, например, другую веточку, проведу прям травяной. Ой, травяной смешаю с зеленым, как зеленка. вот такой вот цвет. То есть меняем оттенки, да? Разными оттенками. пробуем нарисовать. Сейчас у нас пока что все должно расплываться. можно прям точечно вот прикасаться и среднюю часть у пальмы такими точечками вы как будто пипеткой вот отдаете краску и ребрышки вот эти, да, получается у листиков более темные становятся. То есть мы сейчас набираем цвет. Можно смешать синий и зеленый. Тоже получается такой оттенок промежуточный и интересный. провела полосочку и вот перышки вот эти попробуйте сделать. синий и зеленый смешивайте. потом, когда бумага подсыхает, то мы набираем уже посильнее краску и стараемся вот эти перышки как бы листики выделить. потемнее их делаем. У нас еще листик не совсем высох, пока еще плывет. вот, можем к низу перейти. Тоже у нас получается, вот у меня зеленый я смешала с синим и мы немножко серединки у пальмы покажем. вот откуда они начинают расти у нас веточки, это самое темное место. я просто вот так кисточкой потопаем, покажу, что тут что-то темное, да. ничего пока не прорисовываем, просто оттенок делаем. вот так кисточку. можно, например, вот этот оттенок синий и зеленый набрать так слабо на кисточку и вот эту зелень можно даже на горы добавить, если вы хотите, немножко пару мазочков показать, что на горах, например, тоже есть какая-то там травка. на ствол пальмы можно на травку снизу тоже зелени добавить. и я растушевываю водичкой, чтобы расплывалась. так, вы видите, как у вас подсыхает уже листик. подсыхает и сейчас мы более будем интенсивно проводить линии, прорисовывать. так, вот у нас пальма вдалеке уже, да, можно подрисовать. можно этой же кисточкой, можно потоньше взять кисточку. вот я беру синий, темно-синий. и мы такие маленькие-маленькие пальмочки там вот вдалеке постараемся нарисовать. нет, еще расплывается. можно даже феном сейчас подсушить. давайте подсушим феном. так, я сушу феном. так, и проводим тень. набираю коричневый и синий. и проводим с левой стороны пальму полосочку тень. немножко травку тоже я добавляю под пальмой. можно показать такие коричневые засохшие листики возле кроны. только уже побольше водички наберем, чтобы светло-коричневым цветом таким вот охристым показать в засушенные листики у пальмы. так, у нас завели Лена, вылетели куда-то, потерялись. кто-то, наверное, уже пальму нарисовал. уж прорисовывать вы ее сами. получается, вы говорили несколько этапов. да, детям это сложно понять. вернулись, значит, интернет. да, акварелька, она, конечно, сложная. детям гуашь легче свой. так, ну что, со стволом разобрались? дальше, когда мы рисуем листья у пальмы, вот смотрите, если у вас больше зеленого цвета, вы можете прорисовывать, например, синим, да, поменять оттенок. посмотрите, что будет. так будет интереснее выглядеть. если у вас больше синего на листьях, то прорисовывайте зеленым. вот, я попробую, наверное, все-таки синим цветом. можно разные листики по-разному делать. промежуточный цвет используйте синий и зеленым, смешивайте. какие-то листики, то есть мы делаем зеленым, какие-то синим. потеряла кисточку. это немного синий и зеленым. это не синий и зеленый. но это не так, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... Когда один оттенок ложится на другой, то это очень красиво получается. Тема на акварели прекрасна, что она полупрозрачная. Когда рисуешь ей, используя водичку, да, очень красивые получаются оттенки. Такого не добьешься никакой другой краской. Продолжение следует... У меня тут опять салют. Это, наверное, в честь нашей пальмы. Уже более интенсивно прорабатываем перышки, листики. Или можно же делать перышки и листики теперь на дальних листьях, только не интенсивно, не набирая много пигмента на кисточку. Слегка с водичкой, но у вас теперь бумага сухая, и вы сможете прорисовать какие-то дальние листики. Листики тоже выделить, показать вот очертания. Вам, наверное, непонятно, что я говорю. Что эта тетенька хочет от нас? Вот попробуйте, купите хотя бы сонетовскую акварель художественную. Вы получите огромное удовольствие. Совсем другие оттенки, не такие, как у медовой детской акварели. Такое разнообразие оттенков можно выбирать. Совсем по-другому ложится. Если вы купили хорошую бумагу, но краска у вас такая обычная, то это все равно будет не то. Так, немножко тоже на дальних пальмах, тоже немножко где-то местами мы листики покажем. Очень четко можно не вырисовывать, но какие-то мы покажем. И также вот у нас же там стволы еще идут, да? Можно хотя бы три ствола нарисовать. Так вот, раз, два, три, и что-то там еще где-то. И такое, какое-то круглое синее пятнышко. И от него у нас... Как будто вот листики там, да? Пальмочка. Вот как цветочек вы рисуете, только у нас в разные стороны веточки. Прям гавайи какие-то. Захотелось лодку туда нарисовать. Еще, знаете, они такие бусы носят из цветов. Танец у костра. Джага-джага. Джага-джага. И также у вас как будто бы где-то вот появляются листики у пальмы на заднем плане. Я опять сильно не прорисовываю там от каждого. Бл sheep и твердого 트�ора. Да. По афону. Блыв не 용 stata. Так. Прорисовываю. Афон Tob colleagues. Так слегка, и уже понятно, что это у нас пальма, там тоже на заднем плане. Немножко, вот вы у пальмы ножки нарисовали, немножко их размоете, растушуйте с берегом, с линии берега, чтобы они не были такими четкими у вас. Их не видно четко, они вдалеке, как будто бы уходят на задние планы, чтобы они не отвлекали внимание. Я немножко еще линию, вот где волна, линия берега, чуть-чуть тоже подведу синим цветом. И море тоже таких бледных синих полосочек, еще мне хочется наставить. Даже можно чайк нарисовать. Там можно этим же синим цветом чайк еще нарисовать. Не очень отчетливых, как мы галочки ставим, да? Одна галочка длинше. Другая галочка. Могу ближе показать, если не видно, как мы чайк рисуем. Вот такие чайки, да? Раз палочка, два палочка. Раз палочка, два палочка. Такие чайки у нас полетели. На сам ствол пальмы можно тоже еще синий цвет добавить. Особенно у подножия. Такие чайки. 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 я набрала фиолетовый чуть-чуть на горы добавлю фиолетовый с этой стороны почему-то хочется разнообразить немножко фиолетовым цветом с левой стороны макушки детей чуть-чуть прям вот добавлю нас сейчас выбросит скажите вы на каком этапе перезайдем еще раз перезаходим вы заканчиваете тогда работки в группу дожду там обсудим уже лена савелий вы там как вообще справляетесь спасибо чуть-чуть порисовать вот за